Сэс-контроль, сэс-контроль. Вот так мы работаем, работаем, да, 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 да. Всем привет, мои хорошие, с вами я Светлана Атам. Сегодня, как обычно, начинается утро. Утро сколько времени? Час для нас утро. Хотя я встала рано, но как всегда, вот только сейчас провела себя в порядок и пробежалась по комментариям. И хочу ответить многим из вас, которые мне пишут одно и то же. Пишут, что у меня волосы не в порядке. Друзья мои, вы, наверное, не смотрели мои предыдущие видео и не знаете проблему мою с волосами. Я пытаюсь что-то с ними сделать. Смотрите, сегодня думаю, ну что мне сделать, эти волосы здесь челка короткая. Как-то, как-то я их закрутила, но не получается по-другому, понимаете? Вы сами видели из моих прежних видео, какие у меня волосы были, какие я надела прически. Для меня то, что сейчас я не покрашена волосами, это ужасный нет ситуации. Я себя ужасно чувствую, еще благодаря карантину, то, что я дома сижу, мне это как-то легче становится, потому что я такая никогда в жизни не ходила, мои хорошие. Никогда. И мне самой от этого плохо. Но я сейчас прохожу лечение, интенсивный курс по лечению моих волос, так как я сама их сожгла. Как сожгла? Обессветила их. И вот мучаюсь сейчас. У меня эти волосы на макушке обломились от того, что я их всех пережгла. И у меня сейчас не осталось волос. Тут есть волосы, а здесь вот начинают волосики появляться. Вот видите вы? Так что, мои хорошие, поймите меня, мою ситуацию, что я не в порядке, пишите. Я считаю, что я не совсем не в порядке, но стараюсь поддерживать себя в таких условиях, в такой ситуации, которая сейчас со мной происходит. Ну так вот, что я еще хотела сказать вам насчет комментариев. Да, вы все пишите, мои хорошие, что если проблемы со здоровьем у моего мужа с легкими, чтобы он не курил. Я над этим боролась, как могла. Но ничего не получается. Понимаете, мой муж сколько лет курит? Раньше курил намного больше, сейчас уже намного меньше. Совсем не получается. У него были такие ломки, я все пепельницы убирала, все делала, прятала. Но все равно, когда я ложилась спать, он ночью убегал, вот к ПДД ездить сторож, к нему прибегал за сигаретой. Но не получается. У него нет силы воли, и никак я не могу с этим бороться. Понимаете, вы говорите, чтобы я там, он не курил в комнате. Понимаете, он так жил столько лет. Это восточный мужчина. Я не могу свои правила назначать здесь, потому что мы с ним не так давно, не десятками лет живем вместе. Но постепенно, постепенно, мне кажется, что-то получится у меня. Ну, навряд ли и мама его боролась с ним, и все, и лекарства он принимал, и саново возвращался. Не получается. Ну, так вот, мне кажется, я ответила на ваши такие вопросы и комментарии, которые пишут. Я не могу писать каждому под видео, под комментарием отвечать. Но вот я решила с утра, пока мой Ашкам спит, решила ответить на эти вопросы. Ну, а дальше что будет, покажу я вам. Я не знаю, что я буду готовить, я не знаю, что я буду делать, как мы будем веселиться, беситься, радоваться. Ну, спасибо вам большое за те комментарии, которые вы мне пишете. Значит, мы будем продолжать в том же духе. Действительно, у нас с ним жизнь очень веселая. Ты твой не сглазить. Назар, верный сын. Да. Ну, все глазы, все сглазы, все, кто смотрит на нас не такими глазами хорошими, все им обвернется. Я это знаю, потому что Боженька меня спасает, их сохраняет. Никого не боюсь. Я не показываю нашу естественную жизнь, ничего такого необычного. Я не королева, мой муж не миллионер, мы среднего достатка населения. Так что у нас все впереди еще, мы только начали свою жизнь. Но я, знаете, что с каждым годом понимаю, что я в жизни видела очень много хорошего, видела и богатство, много чего. Но я пришла к тому, что кто богатый, богатые тоже плачут. У них другие проблемы. Поэтому лучше жить в среднем достатке. И сейчас для меня приоритеты изменились. Для меня главное сейчас при возможности путешествовать, познавать мир. Ведь мы же с собой ничего не заберем. Это материальная ценность. На тот свет. Не так ли? Скажите мне, пожалуйста, когда человек богатый умирает, он же не забирает миллионы с собой туда, на тот свет. Он идет такой, какой есть. Зато у меня будет он с Машкымом. У нас планы такие с ним на будущее. Дай Бог, чтобы все, этот все, карантин закончился, чтобы все были живы, здоровы. Самое главное, чтобы родители наши долго жили, нас радовали, чтобы дети были счастливы и здоровы, чтобы у них жизнь сложилась, чтобы внуки мои росли в достатке, чтобы кушать было. Самое главное. А остальное все это будет. Поэтому у нас, мы так думаем, еще вкладываться в квартиру, в ремонт, шикарные мебель. Мне кажется, лучше мы будем путешествовать с Ашкымом и вам показывать, как мы путешествуем, запечатлять все это. И это у нас сохранится в памяти. Правильно? Правильно же я говорю? Напишите в комментариях, кто согласен со мной. Для кого важнее, как вы думаете, важны материальные ценности или душевное миротворение, душевное спокойствие, счастье, быть счастливым, ни за что не переживать. Как вы думаете? Мне кажется, что для меня второй вариант я выбираю. Так что все, буду заканчивать. Продолжим дальше. Мы с вами вас будем удивлять постоянно. Ашкымом не знаем, чем заняться. Как нам прислали видео, как попугай бьется головой об стенку и на себя в зеркало смотрит. Вот сейчас смотрите, что Ашкым пришел, придумал мне, и мне нельзя было просто его не заснять. Ашкым, начинай, показываю. Пошла. Посмотрите, что он взял в руки. Новые трусы, новые, чистые. Алада. Вы ушли, да? Вот так, говорит, надо одевать. Ой, не могу. Посмотрите. Ашкым, герчеттен гиде Джексон? А, у кого нет маски, у кого нет маски, посмотрите, мой Ашкыш, придумал. Бедова. Бесплатно, говорит, бедова. Ашкым, гюзель вообще. Гюзель дур. Пользуйтесь. А, и уши защищает, и все, и глаза, и нос. Дур, сзади у Арка дачок чуркин. Арка я могу. На, на, не смотрите, говорит. Капюшон? Давай. Вы видели, вообще обалдеть. Ой, Ашкым. Ашкым, герчеттен гиде Джексон, ты правда, говорю, выйдешь с дому? А, вы поняли. То есть, и когда скажут, башка Суэли Джеклер, Эндер, нерде сэн маска, албинбу? Я говорю, другие спросят, Эндер, где ты маску взял? Эдвара, где ты маску взял? О, супер. Афери, Ашкым. Ты очень сообразительный. Чо какылы сэнбини, машки тонбини. Вот такой вот мой Ашкым. И снова рубрика на нашей кухне за чашечкой кофе. Ну как, без этого вы уже привыкли. Сейчас я позову, я приготовила кофе, и позову сейчас Ашкыма. Ашкым! Пока, мы сэнэс! Видите, сразу отвечает мне, что хотела сказать. Приготовила тесто, рецепт будет, видите, подходит мое тесто. Ждите в следующем видео рецепт. И приготовила себе, мои хорошие, кабачок смотрю, начал портиться. И вот я сделала, котлеты приготовила, сейчас солью посыпала. Гель, Ашкым, кавейчичис? Хошгел динес? Почему так? Садись, садись, Ашкым, садись. Ой, я тоже посижу, одела фартушек. Ашкым, бизе, мудфакта, излемекчок сэвви, инсалары. Чаким, привет! Привет! Сам говорит привет! Ашкым! Конфеты сказали нам, привезут, Гюнде Реджеклер. Гюнде Реджеклер, в Руссии. Нет, сюда. Привет, вот. Парк Дойч. Ама, у бушекерсис. Сэр, динбушекерсис? Кавер. Я говорю, это без сахара, ты полюбила, говорит, я вынужден. Аференсен, Ашкым. Шекер, чок, плохо. Чок, кету. Туз, кету. Шекер, кету. Аференсен. 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 Сарыш, когда ты думаешь, что ты живешь. Замыслови, что ты живешь. Сарыш, когда ты живешь? Безумие. Он говорит, что пьяный человек, почему пью кофе без сахара? Потому что приезжает. себя какие новости там знаете что что делает бесились мы с ним быстро вы видели уже стал играть ты врагов не получилось все игры сделали все игры не получилось что игры не получил как получилось не сможет не обереги я мосэн соли хорошо скажете что нибудь Вот и удача. И удача. Ашкин опять удача. Ашкин, это хорошо? И удач, и удач. Про любовь скажи. Ашкин, Ашкин, Соли. Мутлуй и Чин. Про любовь, про счастье. Позже одна женщина седьмой. В Позже говорит, что это? 7. В седьмом этаже женщина упала. Как? Дышит, не знаю. Ашкин, что ты об этом говоришь? Ашкин, мы не хотим. Насколько новостей, мы не хотим. Насколько новостей. Ашкин, ты не знаешь, что ты не знаешь? Я не знаешь. Про тебя расскажи, что у тебя хорошая. Не знаешь. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Насколько новостей. И ты не знаешь, что ты не знаешь. Нехали. Я не знаю. Нехали. Я в паузу купил эту тему. Я в паузу купил эту тему. Я проделал дар, я купил эту тему. Один мой, я не проделал. А мы работаем с Груцистаном, что мы берем это. У нас Грузия, из-за этого не стоят. Ты не сдал? Я не сдал, я не сдал. А, ты же не получал. Да, не получал. Я не получал. Я получал. Чтоб вы получали. Ммм, как хорошо. Спасибо. Мы автоматически обучали. Все это было. Все это было. Все это не было. Все это не было. Как они меня понимают? Можно сказать, туда смотри. Тур часу лебен, терджиман я пью. Я же перевод делаю. Если от рук будешь платить. Если с рук платишь, то 3 месяца дали. Возможность не платить. А если автоматически, то сразу снимают. Вот такие. Ой, не ка-наролария. Дуй-дуй-ду. Как Илмочка наша говорит. Кучук Илма, нас одеет. Дуй-дуй-ду. Какие сладкие они. Ты назвали на Илмочка? Он говорит, ты соскучился за внуками, да? Дели-гиби. Дели-гиби, да? Дели-гиби. Ты что, тесто делал все в муке? Вкусно было? Вкусно, вкусно. Вкусно? Ах, я толстый наш. В общем, вот такие вот дела мои. Хорошие такие новости. Будем заканчивать. Пока-пока. Хватит. Вот так выглядят эти мои котлетки с кабачков. Сейчас я их поставлю в духовку. А вот и на мое тесто. Рецепт будет в следующем видео. Смотрите. Прошло полчаса. И оно, посмотрите, какое тепленькое. Сейчас я его посажу и потом буду или аж кому что-нибудь приготовлю из него на ужин. Или завтра на завтрак будет хачапурки. Из этого теста можно приготовить также и бюреки, и пирожки, и хачапури. И все, что хотите. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки, написать комментарии и нажать на колокольчик, который находится внизу под видео. С вами была Светлана Та. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok